Как вы, наверное, помните, в первой части был не совсем счастливый конец. Город бандитов собрал всю свою мощь, чтобы нас просто выселить. О, сколько их! Мы сражались с ними всеми силами, но отбить наш домик на воде у нас просто не было шансов. Их количество превосходило нас примерно в 50 человек. И сразу после того, как они зарейдили нас, они отправились рейдить замок на горе. Тех самых ребят, которые меня спасали. Почему они у меня синие, а эти нет? Мы пытались им помешать, но все было безуспешно. Замок на горе пал, и теперь мы остались совсем одни. Но мы сдаваться не планировали. Присаживайтесь поудобнее и ставьте лайк. Вас ждет максимально эпичный видик под названием Город бандитов. Вторая часть. И если ты хочешь просто поддержать меня за мой труд, то прошу тебя не забудь поставить лайк. Приятного просмотра. А начиналось все с того, что я заспавнился на их территории и сменил ник. Я хотел проникнуть в их пирамиду. Честно, ты ее затипаешь? Нифига! Блин, такая вообще. Именно в этот момент я получил очень важную информацию по этой пирамиде. Я знал, куда рейдить, чтобы получить у них шкаф. Вернемся к настоящему времени. Пока я отдыхал после рейда, Идеал отстроил небольшой секретный домик на их территории. И именно с этого момента начинается история второй части. Вы посмотрите, какой прекрасный был отсюда вид. Ах да. Некоторые бандиты забыли подкинуть лесу в шкаф и начали подгнивать. А, вот это сгнило. Да. Она еще не будет гнить. Чувак. Ты видел это? Да это что? Тут гаражка открыта, чувак. Тут замка нет. Это вред. Тут подводные сеты есть. Ну, лесов как бы немного вообще. А гидрокостюмы есть? Много компонентов есть. О, ПНВ. В НВ. Врубай, вырубай, вырубай, вырубай. Мы этот дом можем себе еще один забрать. Если он догнеет до конца. Мне кажется, его восстановят. Так, я побегаю, пощупываю дома. Может быть еще какие-то дома гниют? Вряд ли бы они просто взяли и ливнули все. Разом. У них там на крыше что-то... А, это гаражки светятся. Ну, вот эту территорию, которую мы родили, они не обгородились. Тут у типа металл гниет. Камень не гниет, а металл гниет. Так, я бы на твоем месте факимом не светил. А, тут еще ящики. Тут второй верстак, слышишь? А гаражка открыта, интересно? А как его... А, подожди, там можно пролезть. Ха-ха. Нифига, слышишь? О, бензопила, слышишь? На 50 топлива. Блин, забирай, забирай нафиг. Надо похилиться и домой отнести. Ну, ладно, я шприцы заберу. Забирай, как у него? Да, забрать. Скинуть мне, я сплаваю. Давай, тихо. Тут кто-то есть По песочку топнул Короче говоря, на всей территории сгнила у них только одна база В которой мы умудрились найти калаш И куча различных ресурсов, которые нам были нужны Нет, большое не надо пока строить Пускай такой стоит Чтоб вниманием не привлекать, что тут кто-то вообще живет О, тут ресурсы есть И 4 камня О, и тут Смотри Сюда Найс Стой, если ты будешь тут стоять Подожди, ты пройдешь через текстуру? На самом деле я знал, что ИДЛ не пройдет через текстуру Но это был слишком забавный байт Мы продолжали искать различные лазейки И находили все больше и больше интересных мест Которые можно было бы в теории зарейдить И в какой-то момент двух агентов, то есть нас, рассекретили Они идут за мной вдвоем, чувак Я пытался от них убежать, не привлекая внимания Ай, он стреляет Я вижу, вижу, они по мосту бегут за тобой Ау, он меня убил Ну нас это ни капли не останавливало Мы находили лазейки в различных домиках, где могли что-нибудь разбить и ёнкнуть А также мы разбивали все турели, которые видели Пэшка Это даже не питон, это пэшка Так, и что же тут будет? Питон с фонариком О, бери Питончик А потом с этой же пэшкой и питоном мы отправились к тем онлайн-челикам Чтобы выбить с них еще что-нибудь Блин Убил Ой, я его лутаю Убил Уга, второго убил Юник, юник Ха-ха-ха Я берду и пэшку забрал еще Убив их несколько раз, мы от них отстаем И идем заниматься делами поважнее И в какой-то момент я замечаю очень странные действия Из огромного замка стабильно выходят какие-то два челика И забегают в другую кибитку И в этот момент у меня появился плен Я решил попытаться притвориться своим Нифига Нифига себе Нет 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 Куда я попал? Куда я попал? Она не стреляет в меня В этот момент в моей голове появляется идея Выйти из игры, чтобы поставить ник их тиммейта Чтобы они не догадались, что я не свой И вот как думаете, что может произойти дальше? Я вместо того, чтобы выйти, нажимаю на кнопку кельнуться И все это потому, что эти кнопки находятся рядом Серега! Это тупо шанс один на миллиард был И я его обосрал Видишь, да? Оп! Смотри Я стою Он меня не трогает нафиг Я даже сел на камеру у них Но я сейчас покажу то, что разработчики Я не знаю, зачем они это сделали Вот честно Смотри Я нажимаю escape Смотришь, да? Угу Нажимаю кнопку Смотри, вот кнопка выйти Кнопка выйти из игры Я хочу выйти, поменять ник, чтобы меня не спалили Выйти, лечь спать у них здесь, чтобы меня не убили Угу Смотри Кнопка выйти и кнопка с*** Смотри, где находится Офигеть Я нажимаю на кнопку Я думаю, что это выйти, потому что там такая же меню Ну вы не думаете, что я на этом сдался и не попытался провернуть это снова Вон этот дом большой Открыты двери, открыты двери, открыты двери Открыты двери Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Я не знаю, о чем они говорили, но возле меня Постоянно бегал у какой-то странный челик Он то и дело, что подходил ко мне и смотрел на меня И именно сейчас происходит переломный момент Видите этого челика, который зашел? Я не думаю, что он даст мне выйти Тут я понимаю, что у меня намечается шанс отсюда выбежать, как только они откроют вторую дверь И почему я не брал оружие, вы можете меня спросить Потому что я знал, что если я возьму оружие в руки, то меня не выпустит турель И уж тем более я буду более подозрительным Из-за того, что у меня появится повязка Он меня убил, он спалил, это зашел гудлайк походу Рядом стоял У меня был шанс, но это было просто нереальное совпадение В этот дом зашел мой брат-близнец с ником гудлайк Именно его ник я ионикнул Да Короче говоря, мне самую малость не везло в этот день Но я получал очень важную информацию об этих домиках блин это unreal у них весь лут в этой деревянной фигне сейчас как это сделать если у нас было несколько мы бы это сделали один я не сделал это никак на самом деле для меня стало очевидным что они что-то запланировали и перетаскивали лут с этого замка до делишек у меня прибавилось я решил найти лазейку как попасть в этот замок я подумал что там могут быть открыты двери они же не просто так туда лут перетаскивать в таком количестве пробравшись к ним на территорию я обшастал все что только было можно здесь было закрыто абсолютно все а на крыше стояли турели через которые я не мог пробежать а еще через несколько минут прилетает вертолет который они естественно пытаются сбить и вы просто посмотрите как красиво это выглядит со стороны я не в моей стороне он упал я конечно же пробую подкрасться к ним и втереться в доверие но некоторые из них понимают что я не свой я как будто в коррор игру игра он меня нашел елки-палки я аж испугался а чуть позже бегая по их территории я замечаю один странный домик в котором все открыто это дом полностью открыт что там ящиков тьма и он не гниет ё-моё и тут я понимаю что мне нужны две сишки я был уверен что в этом доме можно будет что-нибудь ёнкнуть а как вы знаете третьего верстака у меня не было меня ждало очень много работы тогда я появляюсь в старом домике и начинаю придумывать где же мне достать третий верстак 3000 серы на карте было очень много магазинов где можно было прикупить его а самым выгодным для меня оказался магазин с третьим верстаком который я мог купить за нефть она формите у меня не составила труда потому что возле меня стояла нефтикачка до мирного города мне было далековато ехать поэтому пришлось даже собрать новую машинку и уже через несколько мгновений я был в мирном городе и покупал третий верстак оставалось всего лишь скрафтить сишки себе так чем не надо мне надо пойти рубануть немного серы хорошо что серой возле меня проблем никаких не было я жил практически возле зимы спустя пару часов плотного фарма я смог скрафтить себе две сишки и пульт управления ведь в планах у меня было зарядить пару домиков улетайте ребят ладно нет они улетят они улетят я уверен 321 дверь есть ух ты в домике не было абсолютно никаких ресурсов ощущение было такое что они оставляют эту половину острова и забирают отсюда все самые ценные ресурсы так спальнички то ваши я вырублю у меня есть идея куда я могу шкаф вот но эта война была не за ресурсы а за этот город и поверьте мне этот домик который я у них ёнькнул в будущем сыграет огромную роль а вот во втором домике который я вскрыл было уже немного повкуснее есть металл немного прям совсем ракетница компонентов много камеры они не все перенесли отсюда второй верстак это очень это очень хорошо что у меня появился такой просторный домик здесь на следующее утро ко мне наконец-то присоединился агенты dl и честно говоря я был сильно удивлен то что этот домик никто не зарядил тут электропечки есть тут все есть тут все уже готово сейчас я бегу это на пол на украине так сари тут электропечки есть тут у нас все смотри есть уй и ей а ни хрена ты его приныкал слышишь 16 дизи да да смотри срису да ого столько печек сейчас стой я сейчас крафчу компьютер стейшн у нас хватает у него тихо тут и подумал да наконец-то у нас появился компьютер стейшн и дрон и благодаря нему мы могли разбедать обстановку что происходит в этом городе коптер это они летят у них новая крепость появилась да да я теперь ясно куда они все ресурсы перетаскивают судя по всему ребята устали от того что мы постоянно бегали у них на территории и решили избавиться от нас методом тыка они огородили одну третью часть этого города она составили на другой стороне и теперь мы были владельцами огромной части их территории из которой они съехали но нам этого было мало мы хотели захватить все это кто нафиг и делал это кто такой а это лесен и я думаю что это делается хотел забить его уже камнем наконец-то наша команда пополнялась и к нам снова присоединилась стрекоза на сегодняшний день у нас были большие планы тем временем пока я продумывал с чего мы начнем и делал занимался плантациями и выращивал чай первым делом нам нужно было придумать как мы будем выбираться из этой территории потому что перебираться постоянно через лестницу и забор было не очень профитно поэтому мы находим место где не бьет шкаф и начинаем там выжигать забор ведь в будущем мы хотели поставить туда свои ворота прикинь он не догорит 30 хп а пока я занимался изучением и различным крафтом идеал нашел какой-то железный домик который подгнивал и выбил там металлическую стенку камнями походу компоненты будут у нас уверен там много ресурсов думаешь мы думаю да там бункер бункерная система закрыта а реально мне нравится я домой тут скраб есть тут топлива много угля много тихо 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 у меня полторы тысячи скраба у нас ткани ног угля сколько короче говоря как я понял некоторые из них переехали на другую часть города они которые переехали на пляж потому что мы выселили их домики но пока городские жители занимали своими делами мы занимались своими и в этот момент мы еще не знали что в будущем наша спокойная жизнь скоро закончится вот по идее забор сюда встанет как надо прекрас а также мы решаемся сделать небольшой проход на их сторону и выжигаем деревянный заборик который нас отделяет у нас теперь есть проход надо аккуратно то реле блин тут нельзя стрелять и не услышит густани наверх ой пашка стой тут люди я его убил как думаешь там есть трой можно залезть к нему я первый залез кто это проснул какой у него дрон если компьютер station вся поднимется у его topset у него там topset нему две башки дал он жив я ему много дал гантра поставит до поставил нет по ходу поставит но ты услышишь ты сам поставит поставил оставил я решил побегать по их территории посмотреть как устроена у них базы но тут случается то чего я не ожидал и делал дипа и дом ухты я запрыгнул я запрыгнул там открыто все он поставил слишком далеко убивай у него что все открыто надо разбойтить его да я боюсь нет умрет 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 топлива топлива много стоит я шкаф взрываю люди уйди 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 спальники надо разбить контракт я контракт сразу на вход ставлю тут что-то в записке написано аккуратно я ганта поставил тут жесть тут жесть лесов шкаф шкаф ставь да графчик забирались со шкафа чувак ладно там не было ресурсов там у него не не застрял на масс благодарим вас за то что вы являетесь частью нашей великой общинной деревне всего хорошего привет до вас мишки фраг до вас мишки фраг прикинь немец сидит в шоке пришли какие-то типы исполняют нафиг немецкую песню а я только одного не помню а как он это прошел его гандрат не убил ты шо разрядил теперь мы были заперты у него в домике но хорошо что у нас было очень много ресурсов и мы могли спокойно выбориться на улицу а впереди нас ждал мой самый любимый контент долбелушка стенки до любимое дело мы должны навести на этом в этом городе свои порядки вывел гивью юрб с бэк и фиге в митрэн текей сульфур вот и пинка балды с танки даст дуэн тэн вон он суромен то лин комьюнити велич без чисто что-то говорю на немецком языке расставаться с этим домиком прежний владелец не планировал они явно что-то замышляли он постоянно бегал то туда то сюда никого по домам нет пока что а потом он с пушечкой начал сидеть под той стенкой которую мы выдолбливаем и тут я принимаю гениальное решение как избавиться от него я кидаю гранату поворачивая стенку и спокойно его взрываю будучи в сейве я его убил а а перенести отсюда такое количество лута мы сразу не могли поэтому нам пришлось поставить сюда свои дверки тем же временем хозяин этого домика стоял на втором этаже и наблюдал как мы обустраиваем его его убил после того как мы полностью зачистили себе выход мы хватаем все ресурсы и относим их в наш просторный домик а дальше здесь начнется полная жесть на нашу задипанную базу да 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 тут немного связь оборвалась но для тех кто не понял о чем речь они начали рейдить тот домик который мы у них задипали да он здесь один на вышке стоит там один другого убил я по их возьму секунду они наверно переносит риса ниже доступ к горошкам есть у них был доступ к горошкам поэтому нам нужно было переносить лут немного подальше мы поставили ящики в защищенных местах и я оставил им небольшую записку два-три погнали еще сюда шкаф поставим открывать одну дверку они прорейдили и у них появился доступ к гаражкам то есть они могли спокойно попасть к шкафу и понимая что они уже рядом с нами я проворачиваю снова эту схему с гранатами взорвал чекай открой дверь посмотри еще убил где они а что начнется дальше просто не передать словами я забрал все все сиди там он джаггер он джаггере слышишь готовься шкаф ставить у меня есть идея слышишь только за контре их просто за контре и все я появляюсь в нашем секретном домике кравчу себе скоростные ракеты потому что они поставили турель на вход беру калаш и возвращаясь помогать и делу большинство они их много становится нашему домику будет гига скоро надо либо улучшать либо перевозить все один минус вы еще если он откроет дверь я ему туда с ракеты пуль на я думаю там еще два я могу с твоей стороны сейчас забежать и запушить его с базукой я пробежал турель я римову застрой шкаф просто наглуха я байтил их всеми доступными методами положил базуку в ящик и ждал когда они откроют гаражку чтобы им устроить небольшой сюрприз готов отойди там турель один остался там выжжу на вышке сидит начал голый голый бежит справа тарелем можно кушать я дверь поставил но деревянную я забрал коллаж убил с базукой типа голый голый бежит я пытаюсь залутать я поставил металл дверь сюда убил его на крыше я лутаю я лутаю джаггер сад благодаря стрекозе я знал абсолютно каждое их действие и знал с какой стороны они сидят мы справа не выйдем я взорвал я умер ты можешь законтрить мое тело я убил 1 лутай в себя я буду контрить все лутаю уходи я буду контрить проходы убил его я лутаю дужки топ-100 чё тут происходит слышишь мы против шести типов воюем нафиг убил его убил у меня тип был ты убил да да сражение это было очень долгим и два агента год лайк и хенсель смогли победить эту битву но это было только начало нашего противостояния калаш суды и еще один она нормально я не закалился частично а чуть позже они все-таки решили прорейдить этот дом до конца но мы шкаф закатали в металл приз приз они по моей схеме сузы сделают здесь они тупо уничтожают дом они просто его в ноль уничтожают они не могут свою кибитку 2 на 2 зарядить я думаю может не стоит уже отбивать но они все равно не зарядят он застроен а пока не рейдили домик который мы у них дипнули мы занимались делами поважнее у нас появился порох и мы могли скрафтить ракеты нам нужно было полностью зачистить сторону нашего города ведь тут оставалось еще много противников блин а по факту мы можем же ракетами тут рейдить спокойно ну а чтобы наш домик был хоть в какой-то безопасности мы даже провели турельки и теперь в случае рейда мы даже могли отбиваться с помощью турели он а с фонариком еще надо их на зеленый индикатор поставить наконец-то я скрафтил несколько ракет и мы уже могли потенциально зарядить пару домиков и пока была ночь у нас было время начать действовать сегодня вечером у нас будет выселение жесткая поэтому нам нужно как можно больше забрать территории здесь пока не поздно потому что если нас если нас будет атаковать со всех сторон мы не справимся и первым делом мы решили взорвать самый крайний домик у которого мы когда-то украли коптер мы знали что там живет очень залутанный челик понеслась ты прикинь сколько сейчас типов сюда прибегут поэтому готовься мы пальмовые войска ну бред а вот она с калашом лежит я понял убил они стреляли по турели что ли или что серьезно ха-ха-ха-ха кипец они странные нафиг они это или стреляли иду сюда арта за перс тучу убегает туча у меня она убил тут обычные двери у по нифига тут лесов тут серы нет и последняя гаражка осталось под хаты бегает аллоу где-то вот и тут понеслась они начали приходить к нам со всех сторон все сша мбк есть о о 60 экспы шкаф разбил изначально мы хотели все перенести отсюда но в какой-то момент мы понимаем что это опасное решение и тогда забираем этот домик себе и полностью его застраиваем мне кажется они будут готовиться на наш рейд поэтому нам нужно будет по всем домам которые мы зарядили по всем раскидывать все и честно говоря мы не прогадали с выбором рейда домика вы посмотрите сколько здесь было ресурсов и компонентов ухахахаха нормас тут нормально вообще по компонентам 30 микросхем болт 6 очели еще это сумасшествие какое-то ладно я думаю вот это можно просто застроить вот так печки убрать он здесь мы выход на крышу сделаем себе мы будем переноситель давай тут оставим потому что но вероятно всегда есть то что на зарядят тут камни много мы сейчас можем тут башню построить для себя мы отсоединяем абсолютно все электричество и полностью застраиваем этот домик под себя теперь у нас на этой территории было целых три базы двери на отсюда поставить либо вот эту пробурить вообще если у нас буры есть и все остальное время я занимался самым увлекательным контентом долбежкой стен мне нужно было избавляться от вражеских дверей мой любимый контент второй за сегодняшний день тем же временем бандиты занимались другими делами а они заборы короче ломают каменные я тут 5 человек заборы ломают рахиль анти что-то там чисто за мной как собачка бегает оу еще один пришел репортаж боевых действий идет блин как не вовремя только я хотел пойти поставить кофе как вдруг услышал про летающий мимо нас вертолет естественно мы захотели его сбить вверх надо сбивать вверх надо сбивать 2 вот 2 Играет музыка. Играет музыка. Пулик. Еще один. Два пулика с верта? Да. Давай в другой дом, в тот. Не-не-не, в тот дом. После того, как мы сбили вертолет, мы застроили все выходы, чтобы к нам никто не мог попасть. И я встал на крафт-ракет. А зарейдить мы хотели нашего соседа, который жил в пирамидке. И мы даже и представить себе не могли, что нас ждет дальше. Он закрывает гаражку, блин! Отойди. Опа, мне болт щет. Опа, тут серый есть. Аккуратно, болт. Правый ящик впитывай и домой относи. Стой, не сейчас. Не сейчас, отойди. Давай, давай. Ракетница, заряженная. Бус, 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 бус. Ракеты. Он на вышке. У меня попали. Я серый занят. Бегу еще. Тут он в ВК-двере. Нам ракеты нужны. Еще сзади три типа, четыре типа пришли со стороны пальм. Убил одного. Еще возле пальма сидит, ДДЛ, ты его должен видеть. Убил. Еще один. Двое напротив, трое напротив. Четыре напротив, правильно? Я умер. У меня под кроны нет на бомжей. Я занес за мной. Калаш. Это иннокент. Это иннокент этот тип. Одного убил. Второго убил. Я лутаю. Калашист. Один минус. Двоих убил. Базука я типа убил. Калашист за шкафом меня лутает. Он застроился этот тип. У меня патроны кончились на калаш. Этих типов было настолько много, что в какой-то момент нам даже пришлось отступить. По ощущениям, мы отбивались от целого осиного гнезда. И если вы думаете, что на этом битва была закончена, то нет. Это было только начало битвы. Сервер завис. У нас четыре человека. Откроет окно. Откроет окно. У меня ракетник. Тихо. Готов? Давай. Да, раз. Убил одного. Один минус. Второй минус. По мне болты работают. Двоих убил там. У нас летит ракетка. У нас рейдет. По мне стреляют за люком, я сижу. Когда наступила ночь, я поставил турельку на втором этаже, ведь понимал, что скорее всего они нас придут рейдить. Закинул в нее пулемет, взял камень и попытался построить вышку. Болтовки ходят, пятовой выход. Ой, я придумал. Ракета. Мимо. Меня убили. Тем временем, пока я чилил нас палки, стрекоза сидела за пулеметом и отбивалась от всех нападков. Они даже пытались ее взорвать с базуки. Еще одного убило. Убил, убил, много, много убил. Откно надо поставить. Угу, сейчас. Гранат. Я ухал. Убил, убил, второе. Это я их взорвал. Там трое, трое, трое валяют. Меня убили с болтой. Я застроил. Я застроил, он меня взорвал. Я потолок застроил. После того, как они поняли, что ту базу они не захватят, они решили попытаться захватить другую. Но тут я их уже ждал. Одного убил. Второе бежит. Сайте. Один минус. О, у меня... Он люк открывает. Один у тебя по дому подбежал, гранат еще будет закидывать. Я могу сейчас поубивать, слышишь? Их очень много. Там трое за шкафом, трое за шкафом. Дал хит ему. Еще хит дал. Одного убил. Одного убил. Убил нас на крыше, типа. На нашем доме. Вижу. Он умер. Прям под пирамидой лежит, да? Ну, не под пирамидой, под деревяшкой лежит. Короче говоря, все эти замесы продолжались нереально долго. На протяжении часа мы пытались от них отбиться. Наконец-то они покинули нашу сторону города. И мы понимали, что добром это не закончится. Тогда мы принимаем решение схватить все основные ресурсы и построить домик за территорией. И тем самым засейвить все, что у нас есть. О, отсюда будет видно, если они нас рейдить будут. Местечко мы выбрали самое подходящее. На горочке, откуда было видно полностью весь город. И в момент рейда мы бы точно увидели, сколько там человек и могли бы продумать свои действия. Ой, блин, как же это хорошо. Я отворачиваюсь просто от этой стороны. У меня фпс улучшается. Ой, чувак, и не говори просто. Ну, ты же понимаешь, что фпс увеличился ненадолго. Домик на горе мы должны были сразу крепко укрепить. Ведь это был забитый сервер. А мы жили прям возле топовых ртшек. Фундамент тоже улучшай. Блин, так спокойно сразу стало? Да. Вот тут вот верхний правый полутай. Тут Томпсон возьми, антират, вон компоненты сверху. Нет, там не надо. Я одежду надеюсь. Да, 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 одежду собирай. Ну, я одежду... А, ладно, все. Давай потом. Практически весь основной лут, который у нас был, мы перенесли. У нас еще были грандиозные планы на этот вайб. Но чтобы все реализовать, нам нужно было знатно потрудиться. Сразу я решил наладить контакты с нашими соседями, которые стояли неподалеку от нашего нового домика. И немного пообщавшись со своим ближайшим соседом, я понял, что это дружелюбный паренек. И что у нас была всеобщая цель. И поверьте мне, в будущем он будет очень полезен. А все остальное время я бегал и защищал Эдейла. Он занимался своим любимым делом. Формил камушки. А я этот камень вкладывал в нашу крепость. Хорошо, что мы первым делом хотели все-таки закончить начатое и зарейдить пирамидку. Думаю, для меня это не проблема на фарме, слика серы. И Эдейл был просто в восторге от наших планов. В этот день мы проиграли огромное количество часов, и все, что мы хотели сделать, это улучшить домик и пойти спать. В принципе, мы так и сделали. На следующий день у нас уже был четкий план, чем мы сегодня займемся. Да, они уже все равно знают, что мы как бы не очень дружелюбные, и что у них на территории живут какие-то два паразита. Я подбегаю к их пирамиде и начинаю вспоминать пути, которые я внутри наворачивал. Потом вот здесь я бегу сюда, вот тут пробегаю сюда, и тут, короче, у него вход в центр идет. Потом я пробегаю сюда, и где-то здесь у него шкаф. Да, вот здесь у него шкаф. Не понял. Тут дырка в заборе появилась. Да, там забор половину погнил. Наша территория гниет, а их нет. Неправильно как-то. Блин. Короче говоря, я увидел одну большую проблему. У нас прогнил забор. И теперь мы не были защищены от основного мира. Но даже это нас не останавливало. Ой, это дом никто не зарейдил. Нифига себе. Я просыпаюсь в нашем бункере, который не был зарейджен. Хватаю все основные ресурсы, которые нам нужны для крафта, и передаю их через стену. А, так тут перекисчик же был, ты че? Так, где наша серка? На втором этаже Ну-ка, сейчас оценю, подожди Так, норму Сколько там в китайском клане надо фармить норму фарма? Так, металла Много камня, два ящика камня Ящик металла Ну, слушай, серы мало Ты еще не выполнил норму фарма Где ящик серы? Его нет Все, что я мог, я поискал и нашел Спустя много времени крафта И когда я говорю, что много времени крафта Это означает очень много времени крафта Просто неописуемое количество времени, которое я провел возле чайных столиков Хорошо, что во время крафта я мог управлять дронами и наблюдать за их территорией со стороны Ну мы отсюда можем спокойно лететь А, они бегают, смотри Дрон летает Куда этот тип бежит, интересно? Веду преследование Раз, ну, понял Ты видел, что осталось? Офигеть, да и тут много опять Радхи какой-то Ой, это самый главный ровкемпер Не, мы их территорию пока не осилим Зато на этот раз я был точно уверен, что мы сможем осилить ту пирамиду В какой-то момент у ИДЛа появляется идея Снова собрать нашу армию под названием Очко Чтобы полностью пронести этот город Но если мы реально соберем армию снова, то фпс будет еще меньше Это значит? Это я еще этой армии не видел Я думаю, если бы эта армия когда нас летела, я был в игре, я бы вообще даже не двинулся У меня просто фпс 20, ой, 2-3 штучки было Наконец-то наступает ночь Мы хватаем всю взрывчатку, которая у нас есть И переносим ее в старый домик на воде Сейчас два агента даже и не представляли, каким же сложным будет этот рейд Так, я тут оставлю шмотки на камбэк Ракеты, смотри, тут будут Калаш будет здесь Все просто, короче, идем Потому что, ну, вдруг у него тут тоже лутовая будет Чтобы не прогадать А там я еще сишками прорейден дальше Что, готов? Я стрельнул, а ты за мной в перекрестие вовсуда Вправо Металл Отойди, 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 отойди Толь Шкаф Давай Я не знаю, куда я повесил Шкаф минус Знаю Конечно же, жители города не бездействовали Они прилетели на дроне, который я сразу же разбил Разбил дрон Тут третий верстак Тут резы есть какие-то Скраб есть Сколько у тебя еще? Одна ракета Подходи Нет, стой В дальнюю Лут Ой, нормас Боже, бомжатня Поставить свой шкаф и застроиться мы не могли Поэтому пришлось разбивать мультишкафы Все Пирамида наша Ставь в шкаф Калашись Я думаю, спамюсь Там есть оружие, там калаш есть Меня убили, чувак Копта, копта, приземляюсь еще двое И именно сейчас начинается жесткая мясорубка Один минус, пол Угу, я встаю Второй минус Я умер Я двоих убил Двое С калашами И они контрят типов, которые в пирамиде Убил одного Угу Того убил, который тебя убил Убил одного Под хатой у нас с калашом убил Еще одного убил За шкафом За нашим шкафом там силы Еще у нас подкаты Один калашист минус Я внутри пирамиды стяжу Взлужка Убил его Я спавнюсь Мне с болта опять убили Тихо Тут подкатый миллиард трупов Я забежал домой Засавел пару калашей Ну сюда много бомжей бегут Очень много По домам Двое под домам Знаю, я забрал топ-сет Минус два Я двоих убил Угу Я его давить буду Давай он под шкафом Я вижу Голову дал ему Убил его Убил его За тебя бомжара идет Убил его Честно говоря Я не знаю Что здесь происходило И откуда Такое количество игроков Но к нам прилетело Целых три коптера Нашел Тут куча ресов И знаете С этого замеса Мы были только в плюсе Вы просто посмотрите Сколько ресурсов Мы принесли Я много принес домой Хилок всего принес У тебя спальника тут нет? Нету Его выдал И только что Коптер Три себе встать Донес О, калаш Топ-сет у меня Ты можешь Подбежать Короче И замок на шкаф поставить На тот Чтоб он не застроился Давай Убил его У меня ресурсы Дома некуда скидывать И Дэйл даже попытался Угнать коптер Ну что-то пошло не так Мне помогла Помогла Ты разбил коптер Нормас Я стал на спальнике И он пропал у меня Я в воде Залил этот пулемет Места нет О, 20 тыквы, слышишь? Томпсон лежит еще Капец тут трупов, слышишь? Че это за жесть? Нас, кстати, могут прийти сюда Рейдить Понимая, что скорее всего Нас придут рейдить Мы укрепляем немного Выход из дома А также мы наглухо забетонировали шкаф Который был в пирамиде И теперь эта сторона была полностью наша Все Справа езжем Мне кажется, эти калашисты нам принесли больше, чем забрали А, они же отсюда даже не ушли Там один только убежал Там, тем более, это не из ихней банды А какой-то другой левый просто пришел А, стоп А как мы туда тачку сейчас загоним? О, нет, нельзя Шкаф закрыт Но тачку мы все-таки смогли загнать В пирамиде не было ни серы, ни пороха, ни каких-то ценных ресурсов Поэтому мы понимали, что он куда-то их спрятал А, я не знаю Он как раз отсюда и стрелял, да? Четыре сачали, почему бы и нет Кажь Пять Успеешь выпрыгнуть? Да, я еще без проблем А, это маленький ящик Не, блин Давай я просто посмотрю Что тут? Металла много, на Смотри, металл Он, походу, тут сейвил, да? Все-таки Угу И болт Так Не, гаражки-то понятны Сейчас надо вот это бахнуть Копсер Мимо пролетает О, да Да он тут сейвил Слышь, это у него нычки Смотри Забираем Нормальный, да, чувак? Хитрый? Угу Но каким бы он хитрым Не было обхитрить Димасика У него не получилось Мы забрали все, что он сейвил Мы справились с этой пещерой Да блин, почему пещеры? Мы справились с этой пирамидой Наконец-то Это адская пирамида боли Да, пирамида боли была Слышишь, она и правда Она проклята просто Только в кемпере там сидят То это Ее приходят дефать Тысячу человек Реально Вот просто муравейник Какой-то вскрыли Все, нам осталось Все, нам осталось Только рейдить Домики Которые у них на территории А это мы можем Сделаем Центр Когда люди Поприходят А по пути домой Мы все-таки Решаемся пойти на один Очень серьезный шаг Созвать свою армию Для тех, кто не знает Как поучаствовать В таких ивентах Вам нужно быть В моем телеграм-канале Именно там Я провел сбор Своей армии Нашей основной задачей Являлся захват их Главной пирамиды Но чтобы до нее добраться Нам нужно было Вынести почти все И для этого Нам нужно было Очень много ракет Но вы же все знаете Кто такие бойцы С армии очко Это специально обученные Фармеры Которые готовы Сделать все Ради своего генерала Ну и конечно же Рейдить мы собирались Не в оффлайне Я решил поговорить С этими бандитами И сказать Что их ждет В ближайшем будущем Чтобы они подготовились Стой, не убивай меня Я хочу просто поговорить С тобой Я 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 Накидаю, а потом еще распределимся. Так, кто участвует? Кто участвует? Там перекличку сделаем. Короче, приписку очко ставить, верно? А впереди меня ждало самое интересное. Распределение рядовых. В конечном итоге нас вышло чуть больше 80 человек. И мы закрыли наш набор. Давай куда-то я скажу, чтобы они, если что, бежали сюда. Либо ты уже сказал. Да, и рядовые, короче, должны будут выстроиться. Мы должны всех добавить во френд-лиз, чтобы все были синие. Чтобы мы понимали, где крыса, где нет. Потом мы с Эделом раскидали всем спальники. И нам оставалось только дождаться, когда же все заспавнятся. Зеленку можете добавляться друг к другу, типа, ну, добавлять. Но остальных тоже особо не убивайте. Надо... Да, надо всех вообще рядовых добавить. Хотя сейчас рядовых вроде как врагов не будет, да? Можно в контакты просто зайти. Так, о, все, у меня все синие почти здесь. Квадрат Y4, ребят, бегите сюда. Все, за мной не бегайте, стройте домик, занимайтесь делами, типа, вот. Так, ребят, могу сразу на старте дать, короче, кому-то рез и вот камня, допустим, чтобы вы могли улучшиться. Только подождите сейчас. Я открою двери? Да, да. А мы можем дать камня чуть-чуть на топорочек? Да. У нас была целая вторая половина города, где мы могли разгуляться и заселить всех наших ребят. Не хватайте весь камень и дерева немного есть. Не хватайте все, поделитесь с ребятами, чтобы каждый мог топор там сделать и так далее. Возьмите просто сколько вам нужно на первое время, и все. В этом мире можно наблюдать за тремя вещами бесконечно. На огонь, в воду и как армия клана Очко возводит свои маленькие домики по всей территории. Я не люблю тебя, ты там? Да, я здесь. Это демолизация. О, кто-то меня убил. Я еще живу. Хорошо, хорошо. Это моя армия, мой друг. Армия в воде. Мы получили 100 людей, мы должны рейт эту воду. Сегодня. 100? Да. Я хочу помогать, хорошо? Посмотрите, это моя вода. О, мой Бог. Короче говоря, мой сосед, с кем мы тогда познакомились, был просто в шоке от того, что здесь происходило. Он никогда в своей жизни еще не видел такое количество игроков в одном месте. Работы у нас было очень много. Пока рядовые полностью занимались фармом серы, ИД устроил банк, а мы с командосами тем временем пытались залутать большой карьер. Сядьте кто-то в тачку. Катайтесь на тачке. И вы просто посмотрите, сколько домиков появилось возле нас. Мне кажется, даже жители города были в шоке от такого количества. Вот, витрина стоит. Кидывайте сюда. Да. Банк находится на Х5, прям между дорогами, короче. Там вывеска «Банк» написана. Спасибо, приходите еще. На этот раз мне просто повезло с бойцами. Каждый из них пытался привнести максимальный вклад. Так, принимаем бесплатную серу. Но я до сих пор не понимаю, зачем мне некоторые скидывали человеческое мясо. Возможно, таким образом он хотел сохранить это в банке. О, человеченку, спасибо. Ребят, ну... 76-й, спасибо, конечно, тебе за штаны. Всегда мечтал кожаные штаны. Только о кожаных штанах. Топ. Хорош. Короче говоря, фарм серы у нас шел полным ходом. Наш домик на горе превратился просто в какой-то гигантский склад и плавильню. Все, что ребята фармили, нам приходилось переплавлять. Очень долго переплавлять. Тем же временем город бандитов пытались нам помешать всеми силами. Меня убили, меня убили, слышишь, там... Но он и не знал, что против него у меня есть секретное оружие. Ведь Джаггерс этот огня вообще ни капли не спасает. Он горит? Он сгорел. Поднимай меня. Угу, я поднимаюсь. А в свободное время я пытался выяснить самое слабое место. С какой стороны мы начнем их бурить. Так, а как бы лучше сделать? Наверное, вот этот дом надо будет зарейдить. Потом от него идти сюда. Вот этот дом зарейдить. Так, квадраты, там треугольники, блядь. Кучальный дом на самом деле. Чтоб их зарейдить, там ракет 300 надо. Фига узнает, как это сделать. А наш склад на горе мы полностью огородили заборами. И теперь, пока мы были в онлайне, нас бы точно никто не зарейдил. Я не знаю, что было у города бандитов на уме, но они явно что-то замышляли. Вы посмотрите, как они летали вокруг нас на коптерах. Коптер летит. Это че такое? Еще один коптер. Что это такое? Че вы тут лутаете? Подождите. Скорее всего, таким образом они показывали, что они были готовы к тому, что мы на них нападем. Жесть, нафиг. Это что такое? Ну смотри, мы начинаем, допустим, отсюда, да? Или все-таки мы начнем слева? Ну, этот дом проще всего будет забрать первым. Справа, да, удобнее. У нас там очень много дефа будет. Тут вот стенки, смотри. Вот чисто выжечь вот эту стенку, да? Какую лучше? Вот эту. Я вот либо левую, да, либо каменную. Выжигаем, короче. И спокойно тут дефаемся. Стоим, прикрываем. Они как раз и со стрелок особо не будут видеть. Вот сюда забежать, чисто с этой стороны начать накидывать. Как будто по нам ракета. Они с деревни ее пустили, конечно, долго летело. Что я хотел сделать? Я хотел турель сверху снять. О, нифига, он снайпер. Выключи турель сверху. И вот мы уже плавно подходим к развязке. Мы продумывали абсолютно каждую деталь, ведь проиграть этот рейд нам просто было нельзя. Кибу, наверное, с выходом под турель надо делать, фиг знает. Ракет у нас получилось чуть больше сотни. Этого, по моим подсчетам, точно должно было хватать, чтобы пробиться к их мейну. Хватайте ракеты, ребят. Все, ребят, сборы, сборы. Внизу поехали. Так, армия, за мной, мы выдвигаемся их рейдить. Умирать сейчас никому абсолютно нельзя. Это бой будет до последнего. Армия очков, вперед! Закройте двери, закройте двери. Армия, авторизовались, выйдите вы с хаты. Да, авторизовались, выйдите, пожалуйста. Да, ухит ему, справа. Посмотри, крышу вначале бакаем. Не толпитесь, ребят, отходите. Давай под крышу бакаем. Ещё одну. По мне дали. Откуда он? Он на высшем сидит. Запрыгнул, тут что-то открыто. О, стоишь? Тут открыто много. У тебя, у тебя. Тут хавка есть. Не подходите, ребят. Вообще, не стойте возле этого дома, пожалуйста. Уйдите вообще из этого дома. Мы лучше с улицы, комплите. Чё там? Стой. Глянем. Открывай двери. Люк, отойди. Давай в люк бакаем. В люк по дверям. Давай, давай, давай. Бакай люк и дверь. Бахну. Что это? Наверное. МВК стенка дальше. Вот, МВК стенку надо бахить. 20 XP выплосуешь. У тебя много ракет? О, ещё, ещё 5, ещё 5, ещё 5. Надо нести ракеты. Но у них КД у четверых должно быть. Скинь ракеты, скинь ракеты и беги. Я пробурю одну стенку, короче, можно отсюда бурить. Тут калаши лежат. Много лута. Отойди. На. Тут резы. Забирай, относи, забирай, относи вот это всё. У нас тактика была максимально простой. Мы проносили всё, что только видели. А рядовые бойцы относили всё в казарму. Вот так мы делаем просто. И всё, выходит. На улицу вышел. На улицу вышел, убейте. Он бомж вообще. Убили. Пушки наши привезли, я заходил. Это свой был? Шкаф был, но это бомжатня. Я бы вон тот дом открыл в центре, который. Открыл окно. Бахай прям в центр дверей. Убил. Убил. Куда не бахай? Понял? Убил хорош. Убил хорош. Убил хорош. Как бахать, чтобы дамажилось? Тут ящики, я помню, были, но их тут нет. Направо. Направо бахаем. Сейчас, быстрее, что завигаю. Есть ракеты? Одна осталась. Блин, надо идти. Давай, иди за ракетами. Ооо, так. 21 ракета. Бери, бери. Блин, я думаю, тут даже смысла вот это говно рейдить нет, потому что они как будто пустые. В дверь бахнет? Слева турель противная просто. У нас есть скоростные? Дома две штуки. У меня есть. У меня есть. Разве не дробежим? Я думаю, блин, маловероятно. У меня базука скоро сломается. Да. Там, там турель стоит еще. Бери. Че делаем? Убил в окне типа. Упаду, открывай тёпку. Так, а ты где, Гоба? Я на глазе металки. Бегаю. Там дикторс. Чужой, откуда-то не знаю. Тут чел, открывай двери. Дай выйти. Одну бахну. Дальше бахай просто в гаражку. Все, встрывайся. Тут, тут, короче, ничего нет. Это пустой дом вообще. Могу еще выше поставить. Э, нормально. А, тут, тут есть. Тут на вышке, на вышке можно сереть. Да, я поэтому. Смотри, ник у него, смотри какой. Это мой фанат. Посмотри, ник у верхнего человека. О, подожди, подожди, брат. Я тут хилки нашел. Выдешь? О, чай хороший, чай хороший. Найс, надо попить. Вы, наверное, и представить себе не можете, какая жесткая здесь была заруба. Здесь столько было много людей, что у Никиты просто вылетел компьютер. Убил. Я не знаю, кто-то свой, кто-то не свой. Разбиваю турель, которая мешает. Болт по тебе. А сейчас сломал? Да. Найс. Есть. Вы не на меня смотрите, а на типов смотрите. Лол. Это что? Да, я скоро сломаю. Да, надо эту скотину разбить, и нормас будет. Ты ее разбиваешь, да? Да. А, ну все тогда, разобьешь? Или у тебя нету? Хватит. Вдали чел, сзади этого знания чел был. Все, нет? Нет. Сейчас стоит. Минус. Угу, мертва. Бля, манера. Тут было что-то в ящиках или пусто? Аккуратно, не подходите, просто стойте на месте. И че тут? Ящиков много. Они пустые. Сука. Нет, не пустые, тут что-то есть. Снизу пустые. Тут открыто все. Давай ящики разобьем. Есть чем? Патронов 30 штук. Я тоже без патронов. Тут много ящиков. Тут чел, тут чел сидит. Сыскек. Блин, ты убил типа, который там сидел на камерах. Ты изверг? А дайте бусик, мы съем типа. Тут есть ткань. Тут все открыто. Смотри, Сушич, что за бред? Ты посмотри на эту систему. Тут столько лесов должно быть. У них в бункере, походу, лут. Реально в бункере. Да, потому что вот усосало, наверное. Сушич, давай, короче, вскроем бункер у них. Сколько ракет у тебя осталось? Да ты, Ридим, камеры. Кейс 5, Фабио. Ой, это турель. Вот кто по нам стрелял, понял. Фабио 23. Фабио дач. Ладно, ребят, короче. Это пустой дом, это пустой дом. Я знаю, где лут у них. Я знаю, где лут, но нам... Сколько у тебя ракет осталось? Восемь. Игра и этот. Короче говоря, спустя целый час, таких плотных файтов, эти ребята немного подздуваются. И мы бегаем уже по их территории спокойно, как у себя дома. Некоторые ребята сели за компьютер-стейшн и начали даже управлять их турелями. Город был полностью окружен. А все, что делали прежние владельцы, так это наблюдали за тем, как у них падает вся крепость. Они явно были не готовы к такому противостоянию. Тем же временем мы добиваем последний бункер в надежде, что там что-нибудь найдем. Слева стреляет. Больно стреляет. Что-то вроде убил или... Да, вроде бы. Даже если написано рядовой, неважно. Все, кто не взял, убивайте. А тут все. Тут много есть компонентов каких-то. Тут много топлива. Нет, там еще будет. Нет, треугольник. Ну, тут резок нет. Ноль. К сожалению, большинство их ящиков были просто пустыми. Было ощущение, что они все задеспавнили. И на самом деле, я не понимаю таких действий. Ведь мы с ними договорились устроить плотную войну друг с другом, чтобы все получили максимальное удовольствие. Мы назвали им даже точное время, когда придем. Странно, что они так поступили. Но, честно говоря, свою цель мы достигнули. Мы прорейдили полностью этот город. А ресурсы нам были не нужны. И вы не представляете, как же было приятно пробежаться по этим руинам. Смотрите на количество людей, которые лежат. Здесь было просто лютое противостояние армии очко против города бандитов. Застраивать их территорию мы не стали и даже не стали застраивать им шкафы, чтобы они не могли дальше продолжать играть. Ведь наша армия не будет поступать как бандиты. Мы оставили все как есть, чтобы у них был шанс постановиться. И надеюсь, все эти действия были большим уроком для этих ребят. Нельзя убивать бедных бомжиков, которые вам не причиняют зла. И я надеюсь, что вы посмотрели две части и поставили свой лайк. В конце я решил пообщаться с этими ребятами и узнать, какие эмоции они получили. Вы все остались от сервера? Да, мы просто уйдем от сервера, потому что мы были веселы, мы были бороться с вами, и мы должны уйдеть. Что вы будете делать с вашей базой? Do you know that we are from a streamer community or was it random? Мы играли комфайп из очень известного твич Расттрема в Германии Я думаю, это был прошлый сентябрь, когда ты убил Спасибо за не тоxсинг Да, только не тоxсинг Это было круто, это было круто Это было круто, потому что в Растт-коммунии не много людей, не тоxсинг Но ты, ты так красивый Очень хорошие инструменты, чтобы узнать это Это был единственный причин, почему мы выяснили, потому что Батлематрикс-профиле выглядит очень сус Но потом мы увидели, что у вас есть большая часть Я думаю, что на этом профиле Я думаю, что у вас есть большая часть Я люблю тебя Я люблю тебя Да До свидания, у вас есть хорошая часть Я могу только... Дурак До свидания До свидания, ребята Привет, привет Спасибо за хорошую историю Привет Брощай, папа чизы Прощай, брат До свидания И убей меня С дураком Убей меня Нет Нет Убей меня, мой друг Я хочу спать Убей меня Убей меня Убей меня Убей меня Стрекозе Моему Сирены Фармили Гоби И конечно же спасибо стримеру Гоби Который нам помог Без всех вас я бы точно не справился Спасибо Вы лучшие А ещё я тут подумал А почему бы нам с вами не провести благотворительный стрим для E-DL Может быть мы с вами на стриме сможем собрать ему на компьютер И исполнить его мечту А то он задолбал играть через облачный гейминг Короче всех неравнодушных жду на стриме который, скорее всего, будет на следующий день после выпуска этого видоса. Но вся информация будет, как обычно, в моем телеграме. Субтитры создавал DimaTorzok